Итак, с начала обновы 2.7 перед вами может встать серьёзный такой выбор в плане кого собственно крутить, Елани или Сяо, а может быть консту Сяо, если один экземпляр этого казачка уже имеется, или может вообще скипчаликов нафиг и стоит попытать удачу в оружейном баннере, сейчас мы с тобой в этом разберёмся, а ещё мы разбираемся со всяким в моём телеграм-канале, ссылка в описании. Короче, суть Елани это копия Сенцу, то есть прожатие ульты и вызов летающей гидроблямбы, которая фигачит гидростатус перед плюхой твоего основного дамагера, чтобы потом он по этому самому гидро шоколаднейшим образом вонзил другой элемент, создавая мощную реакцию с последующим зацикливанием. Звучит на самом деле весьма интересно, ведь дубликат такого важного, как хрена бумажного челебасика, открывает большое количество перспектив, и для прожжённого игрока в Геншинуан это однозначная причина забирать девочку с баннера. Что же такого можно напридумывать? Первое. Оставляя синего в националке с Райден, Елань идёт в пачку к Хутаве или Йоими. Тут просто шикардоснейшим плюсом будет наличие у тебя лука Элегия по гибели, баф мастерства стихии для Хутавы, да и для Йоими тоже. Это как смазать маслицем бутербродик с сыром. Второе. Разнообразие в тазер пачках, то есть ещё одна пчелиха с возможностью отдаться в эксплуатацию к электробогиням. Третье. Возможность объединить Елань с синем под Аятой и шлифануть всё это кадзухой, получив в теории бомбическую передозировку гидромощи по соло-таргету, то есть можно в прямом смысле замочить боссов. Короче, Елань, как собственно и все, наверное, персонажи, даёт тебе гибкость в плане построения отрядов и поиска интересных сетапов. Единственное развлечение, которое ещё доступно геншинуановским пенсионерам, ведь даже Бездна уже давно проходится двумя персонажами. Вся уже просто хороший, но гиперэгоистичный керри, выдающий стабильные уроны, которые, однако, никогда не поставят рекордов. Берётся больше для коллекции или расчехления в забивных ивентах. В плане интересных сборок, ну, можно попробовать упороться в мастерство и обуться в сет изумрудная тень полностью, чтобы исполнять жгучую джигу перед электродивулями, например, с типа домажной раздувочкой. В плане конста интересны только первая и шестая. Вообще, как пока единственный аниме на конкретной роли дамагера, персонаж имеет вес, но, на мой взгляд, приколы с Елань сейчас куда более захватывающие, нежели возможные будущие приколы с Сяо. Так что, если ты более-менее опытный, у тебя нет жёсткой потребности в дамагерах и вайфу-фактор в данном выборе не имеет определяющее значение, то мой совет — крутить Елани. Ну, а если же ты относительный новичок, до 55-го ранга с кучей проблем и т.д. и т.п., всё волшебным образом реверсируется. Как раз для новичка в Елани смысла нет никакого, ведь Синий с ролью супердамажного накидывателя гидростатуса справляется великолепнейшим образом. Вам сверх того, что есть у него, и не нужно ни хрена даже на вырост крутить Елани, я бы не стал. Новичкам в идеале нужно с утройной силой молиться на Аяку, пока она ещё доступна. Многоразовый приспосабливаемый дамагер с объёмной и рабочей дыхалкой. Вы на эту девочку намолитесь, и её хватит, я уверен, на годы вперёд в любом контенте. Но раз вопрос выбора стоит иначе, то выбирать придётся скорее между Сяо и Ито, так как житуха без нормального основного дамагера — это то ещё говнище, тупо существование с фармом артерии за несколько минут. Ну короче, Сяо и Ито — оба стабильные нагибаторы, есть в них что-то даже общее. Общий принцип накапливания бафов и разрыв в ультимейте. Оба удобны как в мире данжах, так и иногда приспосабливаемые в бездне. Понятно, что Дврук для мира веселее копья. Руда фармится быстрее, щиты физой и геоэлементом рубятся активнее. Однако для Сяо проще собрать и достойную тиму. Его проще обуть одеть как пухой, так и артефактами. Тем более сейчас есть разные варианты. Поэтому на месте новичка я бы всё же сделал ставку на Сяо. Опять же, если именно фактор полезности является определяющим в выборе, у меня всё, я кончил.